всем привет на канале удачным сегодня у нас с вами будет тема украинских беженцев германии и я попытаюсь на фоне последних событий ответить на вопрос как же они здесь живут как они себя чувствуют как к ним относятся немцы как они относятся к местному населению и так некоторое время назад в тик токе появились видео причем серийно от украинских беженцев начавших внезапно жаловаться на немецкие власти на то что к ним относятся здесь как ко второму с как людям второго сорта как каким-то рабам на каким-то непонятно кому мол выгоняют из квартир и так далее я решил посмотреть в новостях в интернет порталах правда ли это то что они говорят оказывается это правда и вот с чем это связано украинские беженцы живущие здесь германии вот уже кто по два года два с половиной года имеют социальные пособия которые называются бюргер гельт я уже как-то говорил у себя на канале но сейчас повторюсь еще раз бюргер гельт это действительно огромнейшие суммы на одного человека это почти 600 евро если семья из двух человек почти 1000 евро плюс дети если там будет допустим два ребенка это грубо говоря почти 2000 евро в месяц чистой прибыли плюс еще за тебя государство платят за квартиру то есть у тебя не возникает никаких проблем с тем чтобы думать где взять деньги за оплату квартиры государство все это перенимает за тебя так вот в земле саксония есть там такой район эрсгбиргскрайс до середины июня свыше тысячи украинцев обязаны освободить квартиры в которых они вольготно живут получая бюргер гельт вот уже сколько времени подряд и искать себе что-то другое с чем это связано во первых согласно немецким законам те кто получают бюргер гельт они получают его не все непостоянно они получают в какое в течение какого-то определенного время потом люди если не могут найти себе работу по каким-то причинам или не хотят найти себе работу они обязаны ну как государстве не они обязаны государство их отключает от этого бюргер гельт и они попадают на более низкую социальную помощь украинские беженцы согласно немецким законам получили эти квартиры как временное жилье для людей бежавших от военного конфликта из украины но никто и не говорил что они будут жить в этих квартирах вечно никто также им не говорил что государство будет платить за них за эти квартиры столько лет сколько они будут находиться в германии из германии их никто не выдворяет но их ставят перед условием перед фактом что ребята если вы получаете бюргер гельт с этим сопряжены некоторые обязанности с вашей стороны и вы обязаны следовать правилам и указанием условиям проживания в этих квартирах тот кто получает бюргер гельт имеет полное право устроиться на работу и или если он получает бюргер гельт значит он вполне в состоянии подыскать себе то жилье которое ему более подойдет по душе и вот что интересно мне ребята показали видео на тик токе у меня у самого тик ток этого нет но вокруг ребят полно с вот этой вот фигней и один украинский беженец жалуется там жалуется по причине того что вот нас выселяют из квартир мы должны в июне освободить квартиры что делать куда деваться я не знаю жена на украине в отпуске она еще не знает как она приедет куда деваться то есть иными словами человеческая наглость переходит все допустимые границы и пределы человек живет здесь бежал из украины от войны человек живет здесь на социальном на социальном пособии за счет государства за него государство платят за квартиру его жена жена этого человека раз в полгода ездит к себе на родину в отпуск простите но какой отпуск если там идет война вы же бежали оттуда и вот таких вот людей как он как она сейчас охотно немецкое государство отправляет обратно на украину украинским властям нужны сейчас новобранцы украинским властям нужно сейчас новая армия таких людей как вот этот вот получатель бюргер гельт его жена постоянно туда-сюда ездящие между германии и украины в отпуск получающие здесь денежки ездящие туда тратишь ее денежки там приезжающий сюда получающие опять чертово колесо получается таких людей немецкое государство с удовольствием отправляет обратно на украину таких людей украинские власти с удовольствием принимают обратно но те граждане украины проживающие здесь и вынуждены как я уже сказал освободить квартиры до середины июня это только это только пока единичный случай потому что и квартиры эти как я уже говорил городские власти взяли во временную аренду как жилье для людей бежавших от войны и ищущих крыши над головой сроки аренды этих квартир подходят к концу люди вынуждены освободить эти квартиры это не геноцид украинского народа это не расизм это не фашизм как некоторые могут тут сказать это следование правилам и установкам социальной системы демократического государства которые устает со временем выплачивать просто так деньги различным социальным паразитам живущим на теле этого государства то есть получая в месяц допустим семья из четырех человек муж жена и двое детей получая в месяц две тысячи евро чистого социального дохода эта семья не забивает себе голову ничем где бы взять денежки на оплату квартиры коммунальных услуг и так далее государство за них платит но когда-то же казна становится пустая нужно же или возвращать эти деньги обратно или освобождать квартиры что сейчас и происходит в саксонии может быть немецкие власти не правы может быть они правы но я думаю что все-таки они правы правы в отношении вот этих вот социальных паразитов живущих на теле государства и пытающихся всеми правдами и неправдами как можно больше выудить денег из социальной казны свою кубышку для того чтобы если они сбежали из украины от войны вернуться обратно на украину погулять в ресторанах недельки две-три пошиковать на эти социальные деньги а когда они будут идти к концу вернуться обратно в германию и получать пособие дальше лавочка закрывается лавочка закрывается ко всем недовольным или довольным просьба пожалуйста комментируйте видео на канале так чтобы в первую очередь вы сами себя не лишали возможности оставлять комментарии под этими видео у меня на канале вы общаетесь между собой культурно не используете нецензурную брань разговариваете между собой вежливо и тогда ваши комментарии остаются на канале оскорбление унижение разжигание межнациональной розни такие комментарии сначала уходят в спам и если авторы этих комментариев не понимают почему их комментарии ушли в спам то и авторы отправляются в бан вот такие на сегодня дела всем удачи пока а